Пьяный за рулем В студии Наталья Шамилова и Алена Александрова И в гостях у нас сегодня Сергей Леонидович Зайцев, начальник отделения исполнения административного законодательства Виталий Александрович Болотов, заведующий экспертным отделом Вологодского наркодиспансера Дмитрий Александрович Пак, адвокат Сергей Александрович Ярушкин, специалист по безопасности дорожного движения И Сергей Сергеевич Кушеев, общественный деятель Кто не может поверить в то, что так получилось и нелепость совершенно какая-то Жизнерадостная, красивая и умная Родные и друзья до сих пор не могут поверить в то, что ее больше нет Юлий было едва за 20 Совсем недавно она закончила университет Впереди было столько планов, осуществиться которым помешал человек, позволивший себе сесть за руль пьяным Трагедия произошла в августе этого года на улице Конева Ночью Юля с братом возвращались со свадьбы сестры на машине Все произошло в считанные секунды Ниссан Альмира налетел на автомобиль Форд Фокус После его отбросила настоящую на краю дороги Шевроле Лачете Как утверждают очевидцы, водитель машины, в которой сидела Юля, ехал по всем правилам Соблюдал предписанную на этом участке дороги скорость 30-40 км в час Виновник аварии же превысил ее в несколько раз Удар пришелся на заднюю часть машины, туда, где сидела девушка Она скончалась на месте преступления в машине скорой помощи Водитель Ниссана оделся легкими ушибами Все чаще причиной гибели людей на дорогах становится алкоголь Быть может, дело в том, что наказание за езду в пьяном виде не столь сурово? И если это так, то какие меры все же подействуют на российских водителей? Дмитрий Александрович, первый вопрос к вам Вот мы посмотрели сюжет, и как вы считаете, с юридической точки зрения, какое наказание грозит виновнику аварии? К сожалению, я могу делать свои предположения только исходя из увиденного Но в любом случае, виновнику данного происшествия будет грозить уголовная ответственность По статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации В случае, если он действительно находился на момент совершения данного преступления в состоянии алкогольного опьянения То данная ответственность будет, наверное, почти по третьей части данной статьи Максимальное наказание какое? Предполагаю, что до 5 лет Но хочу обратить внимание сразу, что данное преступление Это не умышленное преступление Это преступление по неосторожности Поэтому в любом случае ответственность, если это будет связано с лишением свободы Это будет срок в колонии поселения Мне кажется, если он сел уже в пьяном состоянии за руль То подсознательно уже мог готовиться к тому, что могла случиться такая ситуация Подсознательность, несколько иной критерий В правовой практике все-таки он неприменим Есть преступления, совершаемые умышленно и неумышленно Но это неумышленное преступление по неосторожности Как мы выяснили, максимальное наказание 5 лет в колонии поселения Сергей Леонидович, расскажите, пожалуйста Среди общего количества ДТП по вине пьяных водителей аварий Какое место занимают? За 9 месяцев текущего года произошло 192 дорожно-транспортных происшествия В которых 41 человек погиб и 265 человек получили ранения Это по вине нетрезвых водителей В общей структуре 27% погибших это по вине нетрезвых водителей То есть практически каждый третий А вот расскажите о ситуации в целом в области, как с этим обстоят И где чаще всего происходит ДТП, может есть какой-то промежуток дороги И вот есть какие-то часы, так называемый прайм-тайм для пьяниц? В первую очередь проблема возникает Это те подразделения, те районы, где сотрудников на данный момент недостаточно Это сельские, удаленные К примеру, по Чагадощинскому району Две семьи возвращались Ездили проведывать сына В это же время другая компания веселая отмечала И двое водителей, то есть два участника выехали То же самое на дорогу федеральную Вологда-Ново-Ладога И произошло столкновение Вот шесть человек погибли сразу на месте По другой ситуации, по Семжинскому району В одном случае это в сельской местности Нетрезвый водитель не справился с управлением Допустил съезд с понтонной переправы Погиб В другом случае нетрезвый водитель допускает наезд на стоящее транспортное средство То же самое погибает Если раньше водители в нетрезвом состоянии как-то опасались Сейчас нетрезвых водителей задерживаем и в дневное, и в вечернее время А с чем это связано? Как вы считаете, вот такой вот рост? Отсутствует комплекс наказаний за данные правонарушения Все-таки раньше, после лишения права управления Водитель должен был подтвердить свою квалификацию Сейчас такого требования нет То есть достаточно предоставить действующую медицинскую справку И получить водительское удостоверение Независимо от того, сколько лет он был лишен прав То есть год, полтора, три, пять и так далее Виталий Александрович, расскажите, пожалуйста, в каких случаях водители попадают к вам? Ну, водители автотранспортных средств попадают нам в случаях, когда работники ГИБДД То есть проводят свое свидетельствование, называется средство состояния алкогольного пенения И в тех случаях, когда водитель или не согласен с заключением сотрудника ГИБДД Или он отказывается от этого свидетельствования, имеется в виду сотрудника ГИБДД Или когда у сотрудника ГИБДД имеются все основания полагать, что этот водитель находится в состоянии пенения Но приборы показывают отрицательный результат Ну, вы понимаете, что это касается не алкогольного пенения В этом случае садрой гибрид доставляет к нам специализированные кабинеты медицинского освидетельного состояния опьянения, где врачи в городской местности, в сельской местности фельдшера, прошедшие специальную подготовку по данному виду деятельности, проводят это медицинское освидетельствование. На сегодняшний день существует три вида медицинского освидетельствования, то есть нет единого подхода. Во-первых, я поясню, что это медицинское освидетельствование водителя автотранспортных средств по направлению сотрудника ГИБДД ТАРАСС, в то же время также по направлению сотрудника ГИБДД водители, которые попали в дорожно-транспортное происшествие, находятся в беспомощном положении. Ну, понимаете, да, в неотложных состояниях. Они доставляются по необходимости в специализированные учреждения, где уже производится съезд только по анализу крови. Ну и третье освидетельствование – это лица, которые не относятся к вождению. У них остались также клинические признаки, положительный результат выдыхаемого воздуха. Вот эта вот проблема существует. И сейчас как раз рассматривается вопрос, чтобы объединить это освидетельствование, чтобы все были равны и чтобы состояние оценивалось для всех одинаково. Дмитрий Александрович, вот к вам вопрос. Расскажите о случаях каких-то из вашей практики. Какое решение обычно принимает суд? И бывали ли такие случаи, что вашим подзащитным удается как-то избежать наказания предусмотренного законом? В настоящее время судебная практика идет практически однозначно по стезе лишения прав. Суды закрывают глаза на такие моменты, когда протокол составлен с неким нарушением, с неким отступлением. Практика прекращения дела по производству административного правонарушения возможно в редких случаях, и то исходя из процессуальных моментов, в случае ненадлежащего уведомления судом лица о дате и времени судебного заседания. Это вопрос практически только процессуальных сроков. После прохождения освидетельствования доказать, что оно было проведено ненадлежащим образом, и ты не находился в состоянии алкогольного опьянения, это практически невозможно. Тем более, что наша судебная власть зависит и от политической ситуации в стране. И после некого выступления руководящих лиц в стране со словами, что нарушитель правил дорожного движения переравняется чуть ли не к терроризму, ну какое решение должен принять суд? Сергей Сергеевич, вы защищаете права автомобилиста. С какими нарушениями прав водителей сталкиваетесь вы? Те дела, которые попадают мне, и я берусь за них, в них четко прослеживается, в основном отказ от метасвидетельствования, в них четко прослеживается невиновность лица. Почему с 2005 года по 2011 год рост отказов от метасвидетельствования? Очень просто. Инспектору невыгодно ввести на метасвидетельствование это время. Ему проще взять отказ. Например, инспектор говорит, ты не согласен, что ты пьяный. Водитель говорит, нет, не согласен. В потемках, обычно это случается вечером или ночью, в потемках ему предлагается, ну подпиши вот тут, не согласен и роспись. И, к сожалению, водители, многие водители расписываются и понятые расписываются в пустых бланках. И пишут, не согласен, напротив строки от метасвидетельствования пройти. Он пишет, не согласен. Хотя инспектор говорил, что ты не согласен, что ты пьяный. Вот у меня возникает вопрос. Сотрудники ГИБДД работают для чего? Для галочки, либо для обеспечения безопасности дорожного движения? Ну, в данном случае следует отметить, что после оформления материалов, в первую очередь, в нетрезвом состоянии, где штраф не предусмотрен, а только лишение права управления. И, ну, в том числе, с учетом, так называемого, кошелька данных правонарушителей, возникают различные защитники и тому подобное. И пытаются по-разному интерпретировать то, что было на месте. Что бывает в случаях, когда водитель не согласен на свидетельствование? Санкции те же самые. Если водитель, хоть проходит свидетельствование на состоянии пьяни, ИСФАК зафиксирован, предусматривает лишение права управления на срок от полутора до двух лет, то же самое для водителя и о том, что он отказался от прохождения медицинского свидетельствования. Освобождается в этом случае лицо, которое передало право управления, предоставило вот этому лицу, если транспортное средство принадлежит не ему. Мы вернемся к обсуждению проблемы пьяных за рулем после короткой рекламы.